На 10-м пленуме самые активные, таких порядка 50. На повестке дня несколько вопросов. Подведение итогов работы за 2019-й и определение перспектив на год наступивший. Констатировали, хорошая работа проведена в организации деятельности студенческих и волонтерских отрядов. По гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, наращивая темпы и движение молодежных отрядов охраны правопорядка. Брендовых мероприятий и проектов сегодня много, чего не скажешь о количестве активистов. За 2019-й в Ленинский московский комитет и БРСН вступило только 500 человек. Работу по вовлечению молодежи следует усилить. Не получается охватить максимальное количество ребят, которые мы хотели бы. И вот это основная наша будет задача на 2020 год, чтобы мы задействовали по максимуму ребят, чтобы ребята получили удовольствие, какой-то опыт, если это судотерское движение, какой-то профессиональный опыт работы, если это молодежные отряды охраны правопорядка, это также опыт работы именно в таких структурах. Поэтому задач действительно очень много, задачи выполнимые, тяжело, но выполнимые. Но нужно прирастать не только новыми участниками, но и идеями. В планах инициировать реализацию новых проектов, совершенствовать работу по временной занятости несовершеннолетних, развивать партнерские отношения с другими объединениями и организациями, больше и креативнее работать над контентом в социальных сетях. В рамках Пленума состоялось награждение секретарей первичных организаций, хорошо сработавших в 2019 году. В части взаимодействия с учреждениями образования отличилась средняя школа номер 7. Молодежь этого учебного заведения стремится проявить себя в самых разных направлениях. Мы стараемся участвовать по всем направлениям – и волонтерство, и молодежный отряд охраны правопорядка. И стараемся участвовать в субботниках, в различных благотворительных акциях, посещаем ветеранов, помогаем им в целом. Стараемся быть активными. Не остался незамеченным и секретарь первичной организации Брестской детской областной больницы Николай Гойшек. Интеллектуальные квизы, поэтические встречи, образовательные мероприятия. Молодой человек уверен, за пределами работы объединить коллектив можно и даже необходимо. Мы же не только взаимодействуем в больнице, и в связи непосредственно больницы, они укрепляют дух коллективный, сплачивают людей между собой и помогают стать более дружными, крепкими и более ответственно подходить к своему делу. Потому что если за пределами больницы мы тоже сплоченные, то и непосредственно в пределах больницы мы тоже будем сплочены между собой.